Как правильно критиковать мужчину, чтобы он слышал и прислушивался? Она пытается ему доказать, что он не прав, что он виноват, что он делает что-то не так. Этих стычек все больше, больше и больше. Соответственно, у всех положительных качеств есть минусы. Ты плохая, ты что, ты вообще не женщина, ты вообще это, потому что ты вот это. Почему мужчины борются, когда женщина его критикует? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, и я дипломированный психолог, магистр психологии. Прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Наверное, вы сталкивались с такой ситуацией, что когда вам, как женщине, как девушке в отношениях, что-то не нравится, что-то не устраивает, что-то обидно вам, что-то неприятно, ну, есть разные типы девушек, да, кто-то молчит, терпит, но все равно рано или поздно взрывается и начинает что-то там выдавать мужчине. Либо второй вариант, и он скорее чаще, это когда девушка не терпит, она в принципе выражает, смело и открыто выражает, что ей не нравится. Она смело и открыто критикует мужчину, и если спросить ее, а зачем ты критикуешь, чего ты хочешь этим добиться, она скажет, ну как же, если я буду молчать, он же не поймет, что мне не нравится, и, соответственно, мне от этого будет плохо. И чтобы он меня услышал, я даю ему, как бы, понимание, что не так, и этим самым я пытаюсь улучшить наши отношения. То есть это напоминает борьбу. Женщина борется с мужчиной, она пытается ему доказать, что он не прав, что он виноват, что он делает что-то не так. Мужчина долго сопротивляется, очень редко он соглашается с женщиной, очень редко мужчина говорит, да, я был неправ, извини, я исправлюсь. То есть обычно это борьба, и после этой борьбы неприятный осадок. Этих стычек все больше, больше и больше, и потом уже, ну и как бы, уже нет того ощущения счастья, гармоничности в отношениях, а есть какой-то, знаете, такой фон, фон, неприятный фон. Почему так происходит? Давайте разбираться. Вот, ну, пример. Мужчина недостаточно уделяет вам внимания в отношениях. То есть вы живете вместе, а мужчина вечно в телефоне, либо мужчина задерживается на работе. И ощущение у вас, как у женщины, какое ощущение, что он, ему как-то безразличные отношения. У вас ощущение, что над отношениями работаете только вы, а ему как-то плевать, он холодный, невнимательный, нетеплый и так далее. Ну и женщина ему говорит, слушай, ты не уделяешь мне внимания, да, ты там вечно на работе, ты вечно в своем телефоне. Вот представьте личность человека. Личность человека, мужчины, женщины, неважно, мы сейчас про мужчин, у женщин то же самое. Это как бы две части. Есть мое я, мое я, и есть мое поведение. Также, если представить ребенка, есть и отношения мамы и ребенка, есть, как бы, с одной стороны, то, что мать должна любить ребенка безусловно, если мы говорим про правильное воспитание. И с другой стороны, есть поведение ребенка. То есть, смотрите, ребенок может плохо себя вести, плохо и неправильно. Но при этом, он же, если я мать, а это мой ребенок, это же все равно мой ребенок. Правильно? Соответственно, есть две части. Я, как ребенка, я люблю моего ребенка, но есть второе, есть его поведение. И его поведение может быть иногда неправильным, некорректным. Ну, например, он ударил девочку портфелем по голове в школе. Правда же? Это поведение. Вряд ли это поведение можно одобрить, сказать хорошим или правильным. Он, это, скажем так, плохое поведение. Вот так же и в отношениях с мужчиной. Почему мужчины борются, когда женщина его критикует? Почему, кажется, вот женщина говорит, раз, два, три, вот тут, вот тут, вот тут ты неправ? Вот кажется, ну почему вы, мужчине, не услышать это и не принять сведения и не исправиться? Объясняю. Нас так же в детстве критиковали, и вас, как девушку, критиковали в детстве так. И вы, так, скорее всего, научены критиковать других, в том числе мужчину. Получается, критикой мы задеваем вот эту часть «я». Понимаете? То есть, с одной стороны, вы-то хотите что критиковать? Поведение его, правда же, что он сидит в телефоне. Но то, что я сижу в телефоне, разве это значит, что я плохой? Или что ты больше меня не любишь? Или я тебе больше не нравлюсь? Нет, не значит. Но вы критикуете мужчин так, как будто бы, что я сижу в телефоне, поэтому я козел и мудак. Понимаете? И это задевает вот эту рану, которая еще и с детства кровоточит. Потому что в детстве по отношению к нему тоже его критиковали именно так. Понимаете? И поэтому, если вы хотите правильнее критиковать, да, это комплексная тема, на самом деле. И, например, на платном курсе «Путь женщины» мы это там целый отдельный урок. И вы, наверное, слышали такие концепции, как «я сообщение», да, говорить о себе, а не описывать поведение мужчины. Часто это не работает. Да, в интернете много информации есть на тему «я сообщение», но там тоже есть много нюансов, которые не учитываются в мужско-женских отношениях. И, например, на «Путь женщины» в платном курсе я подробно это разбираю, прям инструкции на всю жизнь. Это один из сильных уроков. Соответственно, правильный – это когда нужно выстраивать отношения так, когда ваш формат критики, он какое-что. Смотри, ты классный, да, ты мне нравишься как мужчина, ты хорош, я тебя люблю, если это есть любовь, да. При этом поведение или вот эта ситуация, которая происходит, и описываете ситуацию, оно как бы не очень, да, оно как бы вызывает во мне, скажем так, неприятные чувства. И заметьте, то есть вы по сути разделили, вы теперь не в целом его полили критикой, а вы разделили, смотри, дорогой, есть ты, и ты классный, и есть твое, ну, есть вот поведение или ситуация. И у меня к тебе как личности претензий нет как к мужчине. Ну, есть вопросы к этому, понимаете? И вот представьте себя ребенком и ваших родителей. Вот подумайте, если бы вас так критиковали родители, вам бы от этого лучше было бы? Вам бы было это менее обидно? И вы бы больше от этого прислушались к родителям? Или вам бы все равно нравились больше манипуляции? В смысле, ты плохо себя ведешь, поэтому я тебя не люблю, да? Ты себя плохо ведешь, поэтому я не люблю, поэтому давай заслуживаемую любовь, это манипуляция. Так нас воспитывали наши родители, потому что наших родителей точно так же воспитывали их родителей, и так это по семейному сценарию, который мы, кстати, тоже прорабатываем и на бесплатном курсе, с этим разбираемся и на платной программе Путь женщины, потому что сценарий очень-очень сильная штука. Поэтому так правильно и детей критиковать, я бы даже это не называл критикой, это правильный разговор, это правильный диалог, правильная коммуникация. Также, я считаю, и мужчина-женщина должен разговаривать, если ему что-то не ок. и женщина с мужчиной но в данном видео мы ну если кому-то из мужчин то будет полезно тоже можете прислать это мужчинам при этом добавлю что часто тоже я вижу что нужно разделять например тот же пример мужчина мало уделяет внимание и женщина там скажем так даже правильно выражает недовольство на эту тему но она может не замечать что она может быть сама как-то не создает атмосферу дома в которой хочется мужчине расслабиться но знаете есть мужчины которые задерживаются на работе просто потому что дома война потому что дома недовольная жена или женщина которая вечно всем недовольна который вечно все не так и он думает да лучше к я поработаю лучше к я задержусь друзьями где-то там попью пивко например я сейчас не обвиняю женщин но и понимаете тут с одной стороны нужно правильно коммуницировать с мужчиной правильнее коммуницировать мужчиной но с другой стороны это же в себе нужно попытаться разобраться а может быть я что-то там где-то чего-то не вижу чего-то не понимаю здесь что вы плохая услышите меня а может быть я чего-то не понимаю это здесь что вы должны чувствовать вину или все на себя взваливать и стараться да вот он там задерживаться или сидит в телефоне, это надо мне что-то только над собой работать. С одной стороны, должна быть коммуникация, с другой стороны, тоже должен быть объективный взгляд на себя. Более здоровая коммуникация, она поможет в том, чтобы даже если вы не видите проблему в себе, даже если вы видите, что вы не так делаете, здоровая коммуникация поможет это выяснить. Но поймите, когда даже вас, как женщину, вас будут оскорблять вашу личность, допустим, ты посмотрела на какого-то мужика, поэтому ты плохая женщина. Ты же не плохая женщина, ты хорошая, я же тебя выбрал как мужчина, значит, с тобой все в порядке, ты классная, ты мне нравишься. При этом есть поведение, ты посмотрела на другого мужика, мне это было неприятно, например. Или же вариант, ты плохая, ты что, ты вообще не женщина, ты вообще это, потому что ты вот это. Понимаете, если вот последний вариант, он настолько обижает, настолько задевает самооценку и ваше эго, что вам вы уже не способны на здоровый диалог. Вот то же самое и по отношению к мужчине. И я понимаю, что если сейчас у вас уже накаленные отношения, уже конфликтные, токсичные, созависимые, какие-то, может быть, абьюзивные отношения, то это не значит, что это волшебная таблетка. Более здоровая коммуникация, это только лишь один пазл. И, конечно же, круто, когда правила здоровой коммуникации, тон, да, фрейм, тон, аура, закладывается еще в начале отношений, когда эти отношения еще теплые, да. Но даже если сейчас уже там что-то холодно или конфликты, все равно есть возможность начинать с себя. Не мужчину учить правильно разговаривать, а начинать с себя, показывать собственный пример. Вот у меня, знаете, такой есть пример. Вот друг, он очень занялся спортом. Вот он ходил с лишним весом. Много работал, переедал, ходил с лишним весом. А сейчас очень похудел, разобрался с правильным питанием, спорт и так далее. И, слушайте, я понимаю, что его жена, у которой один ребенок, да, и она сейчас, скажем так, не в форме, да, я уверен, что это смотивирует его жену привести себя в порядок. И представьте, было бы наоборот, он полный, говорил бы жене, ой, ты плохо выглядишь, да, ты не занимаешься спортом. Это было бы обидно, поэтому он начал с себя. И для себя. Вот так же я вам предлагаю. Поймите, мало мужчин, которые умеют нормально коммуницировать. Мужчин мало. Если вы ищете мужчину, который будет и зарабатывать деньги, и хорошо коммуницировать, и быть хорошим папой, и всегда в хорошем настроении, и много времени проводить с вами, а деньги автоматически будут капать ему на счет, ну, такого не существует. У каждого положительного качества есть свои минусы. Если мужчина красивый, значит, скорее всего, на него обращают внимание женщины, да, и, скорее всего, ну, тут, как бы, если вы ревнивы, это будет минусом для вас. Или если мужчина много зарабатывает, скорее всего, он много работает. Если мужчина успешный, скорее всего, он трудоголик. Соответственно, у всех положительных качеств есть минусы. Поймите, правила коммуникации, они начинаются с вашего женского примера. Точно так же, как жизнь ребенка начинается с мамы, с женщины. И услышьте меня, я не обвиняю сейчас женщин, или вообще каких-либо женщин. Я хочу просто по полочкам разложить, и чтобы вам было понятнее, что делать в ближайшее время, чтобы улучшить свою жизнь. Хорошо. Поэтому прямо сейчас я хочу вас позвать, чтобы вы записались на бесплатные вебинары, которые называются «Мужчины. Честная инструкция по применению». Мы, например, разберем там тему, почему мужчины врут, и как сделать так, чтобы мужчины больше никогда не врали. Первые там несколько вебинаров будут домашние задания, которые вы будете делать, и которые, неважно в отношениях вы или нет, уже будут давать первые свои результаты, чтобы вы могли пощупать вот эти изменения, и примерить на себя, и понять, а вам это нравится, вам это хочется или не хочется. Мы разберем темы «Перезагрузка непонятных отношений», «Привлечение достойных мужчин», и «Как создавать по-настоящему классные отношения, когда 1 плюс 1 равно 11». Поэтому прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь бесплатно. Если это видео было вам полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите ваши комментарии, и до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok